Секундочку. Первый чек компании. Дайте шума! Кручок, кручок, кручок! Добой! Готовы, готовы, готовы! Ещё, ещё, ещё аплодисменты, я бы скажу, мне аплодируйте. Итак, друзья, под ваши аплодисменты, Валентин Война! Ты внутренний, поэтому... У меня есть безумный какой-то интерес, я думаю, что это, в принципе, бизнес будущего. Я занимаюсь сетевым бизнесом, занимаюсь ресторанным бизнесом. Ресторанный бизнес был построен на деньги, которые мы заработали с сетевым маркетингом. Валентин Война! Валентин Война! Валентин Война! Привет, юнори! Садитесь! Это «19 секунд», я вам поставил видео из нашего первого ролика. Я думаю, видели этот ролик. И там была фраза от меня «Я думаю, что это бизнес будущего». Видели, какой был тот в прошлом? Свет, правда, хорошенький. И там была ещё слава Дмитрия, помните, он сказал, что на деньги сетиологи построили ресторанный бизнес. И сегодня то, что я буду с вами говорить, я вам расскажу... У меня много слайдов, я думаю, что мы все не успеем посмотреть. Возможно, на каких-то слайдах мы подвестим, но я бы хотел вам сегодня передать вот ту искреннюю глубину понимания, то, что я вот за эти 10 лет, на сегодняшний момент, потому что через следующие 10 лет я что-то новое пойму, то, что я понял. И, возможно, это будет не сразу понятно, но попробуйте об этом размышлять, пообщаться друг с другом, со своими партнерами, или, по крайней мере, проверить то, что я говорю в полях, когда вы будете общаться со своими новичками или с теми, кто уже внутри. Ну, а перед тем, как мы начнём, я хотел просто передать, я почему-то весь только в мурашках. Был момент, когда было непонятно, когда мы встретимся физически, когда мы сможем друг друга пощупать, когда мы сможем обнять. И было непонятно, кто поедет, кто не поедет. Это так как-то странно, вот вы чувствуете, что какая-то такая двойственность. И мне кажется, что вот сегодня, как говорил Дмитрий, каждый час, каждый день, каждую минуту, каждое выступление, каждый взгляд, каждый какой-то разговор, мы так как-то тонко чувствуем, по крайней мере, я какой-то весь обострённый такой, я не знаю, как вы. И мне хочется каждому из вас сказать, ребята, у нас здесь впереди вот несколько часов, ну реально, сколько? 100 часов. Вот пока мы все вместе, потом нас чуть меньше останется. И мы можем там переобщаться, передоговориться, переопылиться, перержать, ну что-нибудь такое сделать. Может быть там перепопить. Переспать. Что? Переспать. Это не я сказал. Как же, тебе хватит, ну, ты сделай перерыв небольшой. Вот, ну что, поехали? Да. Готовы? Тогда что, можете мою презентацию включить? Или я тоже нажать? О! Это слайды и смыслы с международной конференцией, где я и ещё несколько партнёров участвую. Это, видите, там всегда есть источник. Источник – это тот, откуда этот смысл был взят. Там где-то есть мои смыслы, где-то есть смыслы от предпринимателей, от экспертов. А я буду просто с вашего позорения их комментировать из того, что здесь не написано. Итак, смотрите, мы все понимаем сами, что мир другой. И я об этом говорю каждый раз. Я очень люблю рассказывать про тренды. И вы знаете, да, что вот в сообществе успешных предпринимателей, где я и там много, и вице-президент, мы постоянно эти тренды разбираем. Но сегодня я вам не буду говорить про роботизацию, про омниканальность, про какие-то другие вот эти тренды, которые уже являются… Ну, это уже даже не тренды, это мои стримы. Я сегодня буду говорить, как это всё связано с нашим бизнесом. И вообще, названием моего выступления, почему мульти-левел маркетинг, почему именно эта форма бизнеса наиболее актуальна сегодня. Вот об этом моего выступления. Почему я из традиционного бизнеса, как говорил Дмитрий вместе со Светланой, ушёл в сетевой и уже 10 лет здесь. Я буду говорить, почему я единственный сетевой предприниматель в сообществе этих предпринимателей, которые так называемые линейные предприниматели. Почему я не возвращаюсь в линейный бизнес? Почему они спрашивают меня в совете, а как сделать так, чтобы клиенты приводили клиентов? А как расширить продажи? А как увеличить лояльность внешней среды? А как сделать так, чтобы в одну семью продавать больше? А как сделать так, чтобы эта семья была приверженцем именно только этого направления, только этого бренда? Вот я, друзья, буду сегодня с вами про это. Итак, то, что говорит о нас клиент, от этого зависит наш успех. Сегодня… Вы слышали слово «инфлюенсеры»? Да. Вы видели когда-нибудь кейсы, когда-нибудь какой-нибудь один артист, ну и известный блогер, или человек, который меняется инфлюенсером в новом сообществе, получил негативное общение с брендом, снял на эту тему какую-то роль, и компания почти разорилась. Вы слышали такое? Да. Такое существует. Я, ну, буду стараться бренды не произносить, но такая у нас есть бизнес-корректность, особенно когда это касается бизнес-провалов. Но где-то иногда буду говорить, а вы видели кейсы, когда хоть один человек, который пришел и сделал что-то такое, чтобы компания выросла? Да. То есть от одного человека, от того, что он сказал в своих социальных сетях или где-то, зависит капец как много. Это первый смысл. Едем дальше. Все слышали слово «клиента ориентированность». Вот давайте по-честному. Есть у вас, вот где вы покупаете еду, автомобили, интернет, одежду, детское питание, трусики, есть где-нибудь, где вы чувствуете, что к вам относятся и к вам клиента ориентированы? В скольких процентах случаев это существует? То есть этого, в смысле, практически нет. То есть все говорят об этой фразе, но настоящей клиент ориентированности практически нет. Потому что клиент ориентированность, в моем понимании, это когда тебя любят. Внимание, когда не просто к тебе относятся к моим деньгам, тебя не просто любят, когда у тебя деньги есть. Тебя просто любят. В отношениях к девочке такое бывает, да? Ой, нет, это не девочки, это парни, а парни. Такое в отношениях бывает, да? Итак, смотрите. Не просто клиента ориентированность, а клиентоцентричность. Чувствуете разницу? То есть клиент, который приносит нам деньги, клиент, от которого зависит наше будущее. Клиент не тот, который разово купил. А клиент, который будет покупать тайгу, LCHF или любые другие наши продукты регулярно, он когда их будет покупать? Когда будет чувствовать, что мы что его? Любим. Именно так. Что он не только покупает, когда у него деньги есть, а нам с ним хорошо. А вот сейчас кризис. Это же было обострено. У нас же был коронакризис, да, где-то еще был? Или идет? Или будет? Ну, в процессе, да? Вы же видели, что как раз в момент этого коронакризиса слетели все маски и сразу обострилось, кто кого любит, кто кого нет. Но после денег труба стало меньше. Обратите внимание. И сразу стало понятно, кто общается с клиентами, а кто дает из них последние деньги. И вот когда мы на наших конференциях это обсуждали, мы поняли, что если мы не можем сегодня с наших клиентов взять деньги, что можем взять с них или дать им? Наше внимание, нашу заботу, нашу лояльность, наши отношения, по крайней мере наши коммуникации. И выстраивать эти взаимоотношения с конечными клиентами, которые потом будут нашими партнерами, которые потом будут нашими ампасадорами, мы решаем большое количество вопросов. Я к чему это говорю? Ребят, только в сетевой индустрии сам по себе принцип бизнеса к этому подводит. В обычном бизнесе через менеджмент, через линейный персонал это построить практически невозможно. Понимаете? Вы знаете, я вам скажу кейс. Однажды, выступая в Казани, мы с Сергеем ездили туда, сколько лет, это было, не знаю, 6 назад. Там был форум, Сбербан там все это спонсировал, где учали предпринимателей. Вот там собралось 300 предпринимателей, я там выступал за день на сцене, проводил мастер-класс, связанный с сливой вьюторией, созданием уникальных торговых предложений и что-то еще. Ну мы отлично отработали, а потом вечером сидели с одним из супер специалистов Сбербанка в кафешке, ну и рефлексировали по событию, там о чем-то говорили. И эта женщина говорит, ну да, блин, я понимаю, что ты в сетевом бизнесе, а у нас не работает в сетевой. Я говорю, а что вы делали? Ну как, что делали? Вот ты не видел различий щит, там типа приведи в Сбербанк друга, который купит там какую-то карточку, получи за это 100 рублей. Ну видели подобные коммуникации? Или в листовках, это было много, 6 лет назад. Я говорю, окей, сколько друзей, говорю, у тебя? Ну два-три. Я говорю, сколько стоит один друг? Рублей. Один друг стоит что? Десятилетие отношений с ним. Вот он этого стоит, но один друг не стоит 100 рублей, правда же? Поэтому если бы ты сказал, найди лоха и получишь 100 рублей за карточку, тогда бы тебе привели. Ну то это другая коммуникация же, правда? Поэтому, смотрите, я хочу, чтобы вы увидели разницу. От клиентоориентированности к клиентоцентричности я дальше бы добавил family-центричности. То есть его клиент, он не живет один, вот про это мало кто говорит. Клиент же приходит куда-то, у него там дети, у него там жена, у него там может быть мама. И вы с нами играли такое, когда после разговора с вами он приходит домой и потом с вами не разговаривает. Потом что дома поговорил. И думаю, влияние оказалось сильнее, чем то, которое вы на него оказали. Потому что вы не подумали про семью, а только про него подумали. А если момент коммуникации, я сейчас все-таки больше буду акцент на продукта, про бизнес делать. Мы говорим про то, как его семья будет жить, и как его семья будет мечтать. И какие изменения в его семье будут не только связаны с айбой, а связаны с этим типом предпринимательства. Вот тогда и другое расставку им. То есть выма лицентричность. Понимаете, с чем это третит? Поехали дальше. А. Вы видите строчку 5-10 клиентов. Смотрите. Все всегда гонятся за количеством клиентов. Вы спросите любого предпринимателя, что ты делаешь? Надо, чтобы больше клиентов было, да? Он говорит. А кто-нибудь гонится, чтобы это было не много клиентов, а это было бы 5-10 клиентов, но которые были бы прям двои-двои на всю жизнь. В обычном бизнесе это невозможно, потому что бизнес не выживет до 10 клиентов. А в нашем бизнесе это так и есть. Просто у нас все бизнес строить не будут, но имея 2000 дистрибьюторов, где 80% будут иметь 5-10 клиентов, представляете, какой будет бизнес у вас? Угу. Вот об этом речь. Вот об этом я хочу. Ну, мы с вами поняли, как нам нужно работать со своей сетью. Потому что, смотрите, у нас есть golden section. Я с вами сейчас общаюсь не как с тренингуром, и не как с новичками, и с потенциальными клиентами. Я хочу, чтобы я общаюсь через вас с вашими новичками. Я хочу, чтобы мы попробовали это людям объяснить своим. Потому что, во-первых, объясните, сами поймете, во-вторых, если у вас будет эти 100 тысяч людей по 10 клиентов, которые будут постоянно покупать, представляете, какие у вас будут деньги. Кстати, по-домашнему посчитайте. Едем дальше. Мы часто говорим, что нужно ставить инструмент на достижение цели своего клиента. Вы многократно наверняка слышали эту информацию. Вопрос. Ведь правда, до кризиса у людей был один мотив. В момент кризиса сегодня у них другой мотив. А завтра, когда закроют опять переезд и будет третий мотив. Угу. Получается, что наш инструментарий, достижение его целей меняется. Почему? Потому что его цели меняются. И если мы смотрим на нашу вот эту малицентричность с точки зрения динамики, как меняется, от чего он хочет уйти или ушел, к чему он сегодня пришел и кем он хочет стать завтра, то мы для него становимся, как видите, другом семьи, не менеджером. Не продажником, не представителем. Вы чувствуете разницу? Я сегодня очень много буду говорить как раз про отношения, про честность, про культуру, потому что именно это, я считаю, отличает нас от всех других компаний. Вы имеете какие-то коммуникации с другими сетевыми компаниями? Да. Я прав буду, если там очень говорят, иди продай, собери снявку, сделай стопиви, найди клиента, сделай звонок, еще продашку. Или там говорят что-то там про культуру, про какие-то отношения, про что-то еще, как обычно. Знаете, когда люди к нам приходят с других сетевых компаний, вот с кем я, по крайней мере, имею переговоры, встречаюсь, то есть, они, когда принимают решение по честам, они говорят, слушайте, а вы другие какие-то. Я говорю, а что другого? Две руки, две ноги, ну, у кого-то одна нога, ну, в смысле, вот мы же люди, да, мы же не киборги. То есть, мы такие же. А что другого у нас? Слова другие? Да нет, те же там буквы, да, русского алфабита. Что другое? А другое, это вот, Дмитрий называет это нейронным полем, а другое, то, что от нас исходит в виде вот этих, я говорю, культурных токов. Потому что культура, это не то, что мы декларируем, а культура, это глаголы. То, что мы что? Делаем. И каждый раз, когда мы делаем что-то одно, второе, третье, мы доказываем людям, которые на знаме наблюдают, что мы не фейтеры, которые говорят, а настоящие люди, которые подтверждают всю жизнь своими действиями, вот это, внимание, отличие. То есть, это отличие. Это не отличие, что у нас там больше денег. То есть, у нас тоже маркетинг-план. И мы можем, в принципе, взять, попробовать, расписать и показать. Мы так многократно делали, где в нашем маркетинг-плане больше денег, чем в другом. Но ведь он поймет это только тогда, когда будет внимательно и щепетильно на все эти кружочки что? Просматривать. Для этого нужно у него невероятное вроде любопытство вызвать. Так? А ведь правда же каждый в стихе говорит, у меня самый лучший маркетинг-план. У нас самый лучший продукт. Они же так говорят. И получается, если мы встречаемся с новым каким-то человеком, и мы им говорим, у нас самый лучший продукт. У нас самый лучший маркетинг-план. Как он вас воспринимает? Да он такой же, как и тот. Вот тот разводит людей, и этот еще один такой разводит. Правда, глаза какие-то честные, но наверно супер просто хитрый. А я предлагаю показывать не это. Это показать на втором этапе, когда уровень любопытства у него станет выше. А на первом этапе показывает отличие вот то, что я вам сейчас рассказываю. В смысле, вы показываете, что вы для него друг, не тот враг, не тот, который деньги забирает, а тот, который хочет с ним что? Навсегдашний. В данном случае сначала отношение как эксперт по продукту, а потом отношение как что? Как бизнес-партнеры. Давайте, ой, это сложно. Это тоже. Вот момент. Смотрите. Та же фраза, о которой я сейчас частенько говорил. Все же жгли костер. Горячий, если, чтобы, если у тебя нет возможности костер затушить. Тушили ведь по-пионерски костер? Нет. Это было в детстве. Но когда мы уже взрослые, мы не можем затушить по-пионерски. Мы что-ли, вот гугли, в сторону раз и разбросали. Правда же? И знаете, какая проблема в сетевом и проблема в момент пандемии и проблема, в принципе, в обычном бизнесе? Потому что клиенты все разрознены. Они друг с другом, ведь правда, не общаются. Они раньше-то не общались друг с другом, а в момент, когда все перешло в онлайн, они так и не общаются с другом вообще. Что? Нас еще больше жизнь разбросала. И что происходит дальше? Потухает. Потухает. Костер этого желания, костер страсти, костер отношений, он потухает. Но если мужчина и женщина долго не видятся, что с отношениями происходит? Тоже потихонечку с ними, ну смотрят, конечно, какое количество времени, но тоже что-то происходит не всегда хорошее. Нельзя там жить прям на расстоянии долгое время. Поэтому нам важно собирать, собираться вместе. Нам нужно уметь собираться в онлайне и нам важно то, что здесь вот я пытаюсь донести, собирать клиентов вместе. Потому что вот кто читает чат с отзывами, которые наши сделаны? Греетесь от этого чата? То есть смотрите, клиенты греют других клиентов и клиенты греют представителей. Представляете как? Поэтому собравшись, вот этот контент вместе, собрав эти трава вместе, почему так важно быть вместе? Почему так важно обмениваться этими кестями? Почему так важно обмениваться знаниями? Почему важно собираться в эти комьюнити? Потому что происходит разжигание изнутри. Клиенты греют сеть. Это важный контент, друзья. Дальше. Вот это важный момент про ценность. Это связано с культурными годами отчасти, но давайте сейчас я на этом тоже сделаю небольшую остановку. Я знаю, что здесь у нас есть в бизнесе представители, у которых были туристические агентства. Сейчас их нету. У нас есть людей достаточно много, кто из традиционного бизнеса. И я за время, вот с евро, наверное, процентов 60 моих друзей предпринимателей, они закрыли свои бизнесы. Я все время пытаюсь понять закономерности успеха и закономерности провала. Вот когда люди закрывали бизнес, я все время разговаривал. Слушай, вот не только же круто, когда он заработал много денег. Ну это вдохновляет, это ништяк. Но когда он закрыл, это же тоже интересно, как почему. Правда же? Я пытаюсь людей, пытаюсь понять, что происходит, какие они типичные допускают ошибки, что у них так получается. И я понял очень важную вещь, ребята. Знаете, какие бизнесы уходят? И не важно, кризис не кризис. Уходят бизнесы, а в нашем смысле представители, люди. Вот Витя и говорил, и Юрий об этом говорил, что уходят люди, знаете какие? Которые никакой ценности не создают. Еще раз. Если ты не создал никакой ценности, ты не нужен ни сети, ни клиентам, никому. Давайте объясню, что я имею ввиду по ценностям. Через 3 дня, когда у нас будет день рождения компании, у меня тоже будет достаточно большое выступление, я буду рассказывать про наставничество. Я буду чуть-чуть из корпоративного курса по наставничеству, и я расскажу типы наставничества, которые я вижу в тайге у нас. Это очень интересно, я думаю, многие из себя узнают. В моем понимании, когда представитель покупает бизнес-пакет, вот представьте, я рекрутирую партнера. Он покупает бизнес-пакет. Встанем на место партнера. Что он купил? Давайте рассмотрим. Что он купил? Бизнес-возможность. Что это такое? Это слово велосипед. Возможность заработать денег. Это слово велосипед. Да. Вот сюда. Смотрите, я попробую вести. То есть, он формально купил набор баночек. Ну, пакет баночек. Ну, типа для личного применения, типа на продажу, на дегустацию. Так же это выглядит? Маркетинг. Что он еще купил? Он еще купил инструменты. Потому что он купил доступ в лишний кабинет, в интернет-шоу, все эти лендинги, бини и то, что компонент нас готовит. Он купил эту красивую упаковку, маркетинг. Он купил вот это все. Но у него в голове, что он заплатил за что? За баночки. А все остальное ему на халяву. И я знаю, что у нас есть ребята, которые так и говорят, ты баночек купил, а это халяву получил. Знаете, моему пониманию, что все не так. Я хочу это все перевернуть с ног на голову. Потому что, когда я рекрутирую партнера, я ему не просто бизнес-возможность продаю и набор баночек. Я ему себя продаю, как человека, как я выше показывал, который решает вопросы его семьи. Сколько это стоит? Сколько? Правда. Вот серьезно. Если кто-то, вот человек себе такой живет. Кто хочет решить вопросы его семьи? Кто-нибудь хочет решить вопросы его семьи? Ну правда. Никто не хочет. Все же хотят его шпопнуть. Конечно. Все насрать. То есть, когда он вырастет взрослый, его хотят, надо быстрее, чтобы ты умер, чтобы я пенсию не буду. Правда же? Пока он находится в отраслении силы, готов работать, ему хотят поменьше платить. Правда же? Пока он молодой, его хотят в армию забрать, чтобы он там что-то служил, там, в горячей точке повоевал. Ну то есть так же хотят? Никто его вопросы не решает. А смысла снять его, потому что такого, друзья, нет нигде. Если кто смотрел в шапку моего профиля, у меня уже много лет, мы когда в Бангкоке были, у нас была Кем Раша, года четыре, наверное, назад. Я там, меня истинило, я написал, я поменял, что MLM это не мультиэвл маркетинг, а мультиэвл менторинг. Мне там висит слово менторинг. То есть ментор, я тоже просто расскажу, это тот человек, который не как коучер за часы с тобой занимается, а тот человек, который достигает результата, неважно сколько потребуется времени, усилий, денег, компетенций, для того, чтобы это получилось. То есть он покупает меня в момент покупки бизнес-контракта, чтобы я вывел его на какой-то новый уровень. Не важно продукты или бизнеса, лучше вместе. Чувствуете, в чем разница? То есть я наставник. И наставничество как тип отношений. Это же такая форма дружбы. Мне кажется, стоит дороже всего. Потому что, ну, я про это объясню. И вот здесь, смотрите, почему туроператоры уходят с рынка? Туроператоры это друзья в кавычках. Хотя туроператоры уходят с рынка. Потому что там нет никакой ценности. Ты можешь сам найти себе отель. Ты можешь сам себе сейчас забронировать транспорт, да, все что нужно. То есть раньше была ценность в том, что я не знаю близкий язык, я боялся бы ехать в Таиланд, я там что-то чувствовал, вдруг меня там зарежут, там полную переделаю, да, и мне было непонятно, как туда ехать. И, получается, ценность была в том, что они там, смотрите, играли, и я, ну, пока я не начал путешествовать сам. Ну, как только сервисы появились, ценности что? Вот так, получается, не стало. А театры что делают? Казалось бы, есть интернет, есть дома там огромные экраны, и нам нафиг не нужно ничего. Но они придумывают там мягкие кресла, какой-то суперзвук, там попкорн, да, то есть какое-то развлечение, то есть какой-то поход. Поэтому я предлагаю вам вот прям пособираться вместе со своими лидерами и сказать, а какую ценность реально вы создаете здесь, внутри нашей компании. Тут ценность, она же из ничего. Правда же? То есть которую, что вы можете отдать людям. И в моем понимании, наставничество — это 90% цены. Спасибо. Я не встречал людей, которые, правда, ну вот так многократно, многолетние как себя ведут. Я сейчас говорю вот про то, что сейчас я пытаюсь вам объяснить. И мне кажется, это невероятное наше отличие. Надо просто это людям просто показать и доказать своими действиями. Про репутацию. Смотрите, сегодня из-за того, что очень легко доступная информация, много обмана вокруг. И я предлагаю всем своим партнерам не соблюдать информационную гигиену. Вы же сейчас мойте руки чаще и дольше, чем раньше, правда же? И не только руки. И другие части тела, да? Особенно, если мы хотим сделать то, что я говорю вам. Получается, что? Ну, смотри, мы же выбираем, мыть руки или не мыть. Мы выбираем, что есть, а что не есть. Почему мы не выбираем, чтобы голову себе закидывать? И нам нужно огородить себя, партнеров, клиентов от вот этих, ну, этих всех фейк-ньюсов. И показать им, потому что, смотрите, вот давайте так. Не всем людям это надо, правда же? Кому-то надо это. Кто-то любит читать ленту и горяченькое что-то там листает, кто-то там в этом залипает. Но у меня в какой-то момент решил выбрать. Я в своей сети с такими людьми в долг бизнес не построил. Если я к Митрии говорю, я отношусь к людям, как к инвестиции. Зачем мне инвестировать в человека, который уйдет через месяц? Сейчас хорошо спит. Мне зачем? Или через год. Зачем мне инвестировать? У меня же время жизни ограничено. Поэтому на самом ходе я отбираю тех людей, с которыми хочу строить бизнес. Становясь для него наставником экспертов и делаю из него что тоже? Наставника экспертов. И это есть как раз в контиловоментах, друзья. Но для этого нужно создать определенный уровень доверия. И вот я бы хотел, чтобы мы с вами за эти дни между собой создали определенный уровень доверия, чтобы дальше мы могли двигаться вместе. И потом этот уровень доверия мы должны создавать кем? С внешней средой. Потому что доверие быстро рушится, но долго создается. Нельзя создать со всеми. Но с теми, с кем ты правда собираешь делать бизнес в долгу. Хорошо. Про помощь. Это один из моих любимых культурных годов, друзья. Вот когда меня спрашивают, а в чем суть сетевого? Я говорю, давай я тебе объясню с точки зрения денег сразу. Вы, наверное, заметили, что мы давно со Светой, ну, по крайней мере, я точно перестал хвалиться там чеками, всеми этими машинами, домами, путешествиями и прочими атрибутами гуртизны. Я потому что понял в какой-то момент, что вопрос не в том, сколько я зарабатываю, а вопрос в том, сколько зарабатывают мои партнеры. И, наверное, вот как отец любит очень сильно хвалиться достижениями своих детей, так и настоящий наставник хвалиться достижениями своих, ну, подопечных, которым он помог прорваться. И когда-то были тяжелые времена, и я видел, правда, реально, это были кейсы в жизни и смерти, когда предприниматели выходили из бизнеса, и так хотелось им помочь, и многие из них мои клиенты, многие благодарны, и они распространяют хорошую, положительную, ну, вот в этой бизнесе, про которую я говорю, откуда сидит, источник информации, мнение о тайге и о сетевом бизнесе. То есть из моих друзей, ну, друзей, наверное, у меня несколько сотен, ну, как друзей, коллег, партнеров, с кем мы что-то мутим, и, наверное, несколько тысяч людей, ну, кто так иначе, на каких-то конференциях, онлайн мы пересекались, из них никто не придется в отношении сетевого маркетинга. Ну, такое было 10 лет назад, когда я начинал. Сегодня никто не придется. А многие смотрят и такие, так, что такое, как можно чего-то спилить, давай что-нибудь там договориться. И мы сегодня с другими из них вступаем в определенные отношения, соединяя наши ресурсы, соединяя наши бизнесы. И смотрите, чем я хочу хвалиться и вам предложить, а давайте хвалиться, с каким людям мы помогли. Как вам это? Не человеками мериться, а с каким людям мы помогли. Например, я знаю, что Юля может похвастаться, с каким людям она помогла от короны вылечиться. Она муж помогла от короны вылечиться. И я знаю, что многим внутри Тайги помогла и рядышком с Тайгой от короны вылечиться. Давайте Юре поаплодируем за это. И мне невероятно круто от этого. И я постоянно их ставлю в пример. А давайте помогаем другим людям, например, денег заработать, вылезти из долговой ямы из этих кредитов. Это же тоже помощь. И вы можете себе это как цель поставить. А с таким людям я помог. Мне кажется, это очень крутое признание. Я хочу учредить номинацию, кто помог больше ему количества людей. И прям в это инвестироваться. Нормальная история, друзья? Как вам предложение? Нормально. Хорошо. Это я пропущу. Вот еще, тоже пропущу, потому что я смотрю, у меня время остается. О, смотрите. Это мой специалист, источник рынка. А я в этом блоге, там, что-то понимаю. У нас есть беда. Я же не могу говорить, что у нас не все хорошо. Конечно. У нас правда не всегда клиенту и партнеру легко, удобно и просто с нами. Конечно. Купить что-то там тяжеловато, да? Это с доставкой у него какой-то вопрос. На сайте он не разобрался. Какой-то прочитал отзыв, да, каких-то людей, с которыми там что-то не так. И у него там какая-то каша возникла. Смотрите, какая наша задача. У нас есть разные целевые аудитории. Которым нужен продукт и разные целевые аудитории, которые нужен что? Бизнес. Нам нужно, чтобы люди не ходили вот в этих чащах, не искали, не разбирались. То есть, вот слышали такую информацию? Я отправил человеку почитать сайт. Я ему дал реферальную слуху на регистрацию. Что после этого происходит? Пока. Почему? Потому что он заблудился. Потому что ему тяжело. Потому что он не разобрался. Потому что где-то просто забуксовал. Просто застрял. И нам, смотрите, мы и есть компания. То есть, у нас нет такого. Вот есть какая-то компания, которая для нас создает какие-то инструменты. Мы такие сидим и ждем. Эй, компания, создай нам инструменты, а то наши заблудились. Нет, не так. Мы что делаем? Компания создает ресурсы. Согласно того рейтинга необходимого, то что нужно. Но мы-то и есть компания. И когда мы открываем какую-то страну, где там чащобы, какую-то новую целевую аудиторию, с которой непонятно как работать. Что мы делаем? Мы создаем эти сценарии. Как сделать так, чтобы проще его купить? Кто в зале был и есть предприниматель? Обычный. Вы ждете, что вам кто-то что-то там создает? Или вы сами все это делаете? Сами. Понимаете? То есть, вы не ждете пока заказ, да, если что-то там создаст, да? Какие-то условия. Вы это делаете. Друзья ж, вы в сетевом бизнесе предприниматель. И я хочу, чтобы вы стали на сторону клиентов и партнеров, чтобы у него была простая история. А. Нужно просто идти и почему-то активировать контракт. Почему? Вы сами можете себе причину? Почему? Почему он должен пойти и активировать бизнес контракт. Почему? Это слово велосипед. Но направление хорошее. Просто, знаете, это потому что у нас в голове, мы же прошли какой-то путь, но он же тоже у нас не был такой в один клик. Вот когда человек с которым мы общаемся, он не поймет, вот этот наш путь в один клик. Нужно, я ему добыму сценарий что? Донести. И для этого нужно терпение определенное. Количество подходов определенное. Поэтому, если человек вам не сказал «да сегодня», это означает, что он заблудился. Вот это мое отношение сегодня, которое я понял. То есть, мы являемся волосом компании. Не сайт компании является волосом для клиентов. Мы. Наш рот, наш инстаграм, наши социальные сети и наши мессенджеры. Дальше про сотрудничество. Смотрите. У нас есть привычка. Это, наверное, с 90-х годов пошло. Потому что мы, знаете как, у нас такая интересная страна. Ведь правда мы гордимся, как мы, например, закон обошли. Или как нам, например, правила нарушили, а штраф мы не заплатили. У нас есть такая гордость. И у нас есть такой, в ментальности, в культурных годах, когда мы с кем-то вступаем в сотрудничество, как я такого накололу? Объясню. Это касается предпринимателей. Знаете, я начинал бизнес в 90-е годы. У меня много друзей начинали бизнес примерно в это время. Знаете такое, да, что очень трудно делать бизнес 100% правильно? Не знаю, можно ли. Я даже так сказал. То есть тебе неизбежно приходится кого-то накалывать. Чувствуете, о чем я говорю? И вот, получается, когда предприниматель в кавычках «рылся в пушку», который так или иначе кого-то, контрагента, партнера, кого угодно, накалывал, то потом, когда ты изначально вступаешь в договоренность и подписываешь договор, подписываешься в договор. Там есть ответственность из сторон. И ты смотришь, какой там договор, как меня наколят. Или если договор ты управляешь так, как я могу наколоть. Понимаете, что происходит? И в момент, когда мы вступаем в договоренности, потому что вот кто видел наши запуски в бизнес, вот тренинги, я объясняю, пять мешок, когда мы уже провели презентацию, выявили все эти потребности и все мотивы, что я вам говорю, мы делаем? Пять-пять мешок какой? Встреча. Сделка. Сделка или вступление в договоренности. То есть мы о чем-то договариваемся. Смотрите, что происходит. Человек на подсознательном уровне внутри, когда ты будешь давай договариваться, ждет. А где подкол? Понимаете? Почему люди быстро не стартуют? Почему люди не покупают большие пакеты, а покупают маленькие пакеты? Почему он так долго думает? Почему он на тебя так долго смотрит? Потому что он ждет подколки. Потому что он изначально, вот я вам объясняю всю эту историю не зря, думает, где-то, как так? Он заинтересовывал моем счастье, своей семьей. Да ладно, где подкол? Вы что, такое не встречали? И поэтому, когда человек будет активировать контракт и быстро сами работают, когда вдруг почувствует, вот то, что здесь написано, он почувствует, что вы в момент договоренности отдаете больше, чем берете. То есть он выигрыша. То есть если вы идете на коммуникацию, на встречу, и вот эти встречи несколько, что он выигрывает от договоренности больше, чем вы, даже не в равную степень, не ваш на ваш. ум получает больше, чем вы, тогда он в вас влюбляет. И я не знаю, где это возможно еще, кроме сетевого. Я не знаю, как это сделать в обычном бизнесе можно. Но как это можно сделать сетевом, мне понятно. Я предлагаю вам тоже попробовать так сделать. Когда ты приходишь на встречу, со спонсором на встречу. Будь здоровым. Со спонсором приходишь на встречу. Когда приходишь со спонсором на встречу, сделай спонсор, почувствуй, что ему выглянет с тобой, чем тебе. Вот-вот. Это касается, друзья, всех, и внутри структур, и с новичками. Давайте дальше. У нас осталось 3 минутки, но мы столько спеем, столько спеем. Это сложная история. Вот это я тоже хочу сказать. Еще раз. Клиенты — это источник не только денег, но это источник инноваций, это источник нашей жизни, и это источник наших партнеров. Клиенты — источник партнеров. Вам это здесь понятно? То есть, откуда рождаются партнеры у нас структура? Когда он купил идею продукта, правда же? Вы спите, что ли? Белайди, what's up! Еще раз. Много ли у вас случаев, когда у вас появляются бизнес-партнеры, которые не купили идею продукта компании? Ни одного. Правильно ли я утверждаю, что сначала он решил стать клиентом для себя, потом решил стать партнером? Правда же? Да. Поэтому, клиенты — это источники партнеров. Правда? Да. Вот это его заключение. Я хотел просто получить обратную связь. Я просто не мог этого понять. Так вот, если у вас есть клиенты, пока не партнеры, просто клиенты, но он миф какую, не хочет сами ничего делать, общаться не хочет. И это означает, что вы туроператоры. Что у вас нет никакой ценности. И в моем понимании, что если я разговариваю с мунистерными лидерами, задавая им так аккуратно, вот этот вопрос, глупо они не поймут. Но задавая ему потихоньку, вот момент нашего знакомства, он вдруг понимает. Особенно это касается компаний, ну, в которых, которые изначально пришли на рынок на недолго. Ну, то есть на полтора, на три года. И он понимает, что здесь ценностей нет никакой, и не нужно успеть хапнуть сейчас и быстро убежать. А я говорю, нет. Смотри, фишка в том, что если я сегодня чувствую, что нет моей никакой ценности, я не хочу такой бизнес делать. И не буду такой бизнес делать. Я говорю, я люблю свои отношения. Это нас с тобой отвечает. И я тебе предлагаю в другой проект прийти, где мы с тобой изначально будем делать определенные ценности. И тогда это будут не просто партнеры, друзья, а это будут твои друзья, с кем ты хочешь потом долгое счастье восправлять дни рождения, новые года, дружить с детьми, ездить в гости по месяцу. И просто каковать по жизни. Понимаете, о чем я говорю? Если ты будешь ценности создавать, то и люди у тебя будут ценные. Если ты будешь фейком, то у тебя люди будут какие-то мусорные. И твой бизнес блога не проживет. Поэтому, друзья, у каждого сайта стратегия, я не хочу никого обсуждать. Я вам рассказываю про то, что я помню за 10 лет. У меня тоже разные были мысли за 10 лет. Но сегодня в юбилей компании, и я хочу сами очень откровенно говорить. Я предполагаю, что я трудно к пониманию. Труден к пониманию. Но презентация будет, может быть, мне ее еще почему-чуть. Я вам каждый месяц готов буду еще-то объяснить. Потому что по каждому, допустим, если тут, друзья, у нас 8-15, в октябре месяце мы будем проводить, ну такие, как типа мастер-классы. Приходите и наблюдайте за этим. Ну а заключение, я не буду дальше листать, потому что мое время закончилось. Я хочу вот так сказать. Пять шагов. Пять шагов. К размножению. Кать, пять шагов к размножению. Ты поняла, что ты... Она записывает. Первое. Мне кажется, нужно сначала понять, что, правда, тебе нужно в эту сторону двигаться. Может быть, тебе нужно размножаться. Хочешь быть одним-единственным. Второе. Как только ты понял, что ты хочешь строить MLM бизнес и размножать его на разных континентах с разными людьми, с разными цветами кожи, ты должен научиться, правда, чему-то. То есть тебе нужно принять какие-то базовые знания, потом лидерские знания, потом еще какие-то знания. То есть ты должен научиться чему-то. Потом ты должен выбрать точно цель свою. Например, Мору. Видели из окон города? Ведь там уже много годов. Правда же нужно выбрать, на какую-то гору придешь. Я хочу пойти на эту гору. Это моя цель. По какой-то причине перешел, что нужно идти туда. Четвертый шаг какой? Восхождение. То есть ты идешь на эту гору, поднимаешься и тебе не просто туда идти. И только тогда, когда ты дошел до этой горы, сверху этой горы ты смотришь на другие вершины, ты можешь стать настоящим наставником, настоящим проводником, если хотите, туроператором, которые будут на эту гору водить штаб, своих учеников, которые потому-то занимают другие годы. Это и есть, я считаю, настоящее наставшество и мульти-левел Ментали. Спасибо вам.